Ну что ж, всем привет, снова Саммонер, оказались мы в башне, покинули пределы Медевы и теперь находимся в Арене, откуда, собственно говоря, и совершались нападения императора Мурада. Удалось ему захватить Иосифа, по вине, кстати говоря, Флис в том числе, вот, и теперь он сидит где-то в этой башне, но вот Флис решил его вызволять. Сейчас мы этим и займемся, ходит там самурай и наверняка есть еще кто-нибудь, отсюда, правда, не видно, сейчас выберемся и посмотрим. Но ввязываться в бой с ним смысла абсолютно никакого нет, потому как нормальный урон ему наносил разве что меч, тот призванный клинок этот, А какие-либо попытки, не знаю, там, Флис, вот в последней, в частности, серии, в предпоследней, довольно-таки плачевны были, нанести хоть какой-нибудь урон им, самураям, да и воинам, в принципе, вот этим вот, с топорами, которые, кстати, там дежурят. Так что я предпочту, пожалуй, прокраситься. Хоть, кстати, навык и невелик, довольно-таки, о чем я, в общем-то, жалею теперь. Краситься всего два, и скрытность, по-моему, тоже, кстати, не сильно-то большой. Вот, но скрытность не сильно мне нужна, потому как она вроде как такая, как бы это сказать. Ну, то есть, минутная, фактически. Когда нужно, там, скрыться от кого-нибудь, от преследователя, то есть, переждать. Двигаться в ней, конечно же, нельзя. Так, скинулась у меня, к сожалению, краситься. Хорошо. Невидимость, в принципе, должна помочь. Так, что это у нас тут? Аккуратненько. Оп, кто-то есть. Не знаю я, дело в том, что топор это довольно опасное оружие, в том плане, что вот эти вот солдаты достаточно сильные, надо сказать. Мешочек. Кошачьи панталоны, а ну-ка, что это такое у нас? По-моему, я видел в продаже до этого, кажется, что-то они там с навыками вора. О, краситься, это что нужно? Кошачьи панталоны. В принципе, давайте-ка сделаем вот как. Где-то у меня еще были какие-то драгоценности, которые также добавляли. Да, вот, краситься. Так. Варвары, агрессии, тени, вот это вот что такое? Краситься, да. И вот это кольцо еще, потому как кольцо лучника нам, в принципе, сейчас не нужно. Где-где-где? Кольцо теней будет вот так. Так, ну и наденем... По идее, должна была у нас оставаться кольчужная туника, да, вот она. Для какой-то хотя бы защиты. Так. Посмотрим, что там по параметрам. Ну, краситься теперь 6, более-менее. Скрытность, в принципе, не так нужна. А вот краситься уже повыше. Так. Хочу я переждать, пока, да, вот, спало заклятие. Надо возобновить. Довольно много, кстати говоря, но маны отбирает. Прям весьма и весьма. Или, не знаю, попробовать убить этого. Страшненько. Нет, не буду я рисковать. Не хочется мне. Лучше прокрадемся. Ну, там... Там вроде нет ничего. В ящиках тоже. Ладно. Так, тут у нас закрыто. Вскрываем. И дверку я, пожалуй, прикрою. Тык, осмотримся. Смотримся. Ну, тут вроде стражников нет. Можно переждать, значит. Так, тут что-то еще лежит. А ну-ка. Перчатки вора. Интересно. Так. Скорость, тяжелое оружие, оценка. Ну, оценка это не то, что нам нужно. Хотя по всему видно, да, что нас прям-таки подталкивают тут использовать скрытность. Второй такой эпизод во всей этой игре. Где мы играем за одну флис. И тут такие стелс-миссии фактически. Так. С тобой еще можно и поговорить. Ну, давай, что ты мне скажешь. Может, кстати говоря, ему известно, где находится Иосиф. Так. Отсмотрщик. Где этот домик? На самом верху башня. Так. Ну, это уже, собственно говоря, болтовня, которая нам не нужна. А вот тот факт, что надсмотрщик, это я, пожалуй, запомню. Надсмотрщик, наверное, должен знать, где содержатся пленные. Так. Что у нас там по карте? Кстати говоря. Тут вот еще что-то может быть. Надо потом это обследовать. Но как-то, честно говоря, боязно. Потому как много там солдат. Весьма. Кинутся они все вместе. Мне фактически их атаковать нечем. Есть у меня, конечно, один там план. Такой. На самый-самый крайний случай. Если уж никак прям без битвы не обойтись будет. Но не хочется мне его применять. Так. Тут еще у нас какая-то дверка. Где этот самурай? Ммм. Там два, по-моему, даже стоят. Так. Тут какая-то женщина у нас. Каменные блоки повсюду. Идет строительство этой башни. Вовсю. Так. Что нам ты скажешь? Так. Не отдохнуть. Потом вернемся к работе. Кто вы? Крепости Леха. Зачем я устраивалась? Ну да, понятно. Мания величия императора. Я ищу вызывателя. На руки и с предсказанием. Да, кстати. Иосиф решился руки. Вот. В процессе. Освобождения демонов. Четырех. Которые были заперты в кольцах. Так. Император заперли его в камеру под башней. И люди арене потеряли надежды. Его заперли в камере. Ключ одной комнаты в башне хранится у нас Моторщика. Мне вот интересно. Обеспечаю ее, наверное, не вскрою. Да, даже с моим навыком. Десять. Генералы. Так. Да, вот, в общем-то, по этой причине он и охотится на вызывателя. Исключительно из-за предсказания. Ужить и жрицы сидели по ним молча. Себе. Нет, надо было им обязательно разглашать. Так. Я хоть в ту сторону. Да, вроде как в ту. Я, правда, не знаю, что там в той стороне. Открытая. Получилось. Так. Тут вроде как никого. Переждем. Заодно осмотрим бочки. Мало ли что. Может, у них что-то есть? Хотя, не знаю. Я как-то бочек не встречал. С чем-нибудь полезным. Вот ящики, другое дело. А, нет, есть. Тут что-то похоже. Стальные сапоги. Ну, это нам не нужно. Что сапоги такие, кстати говоря? Стальные перчатки. Стальные сапоги. А, ну, это точно такие же, как у нас. Да, абсолютно такие же. Кстати говоря, ну-ка. Кожа с пружиной стали 2. А, да-да-да. Я, кажется, вспомнил. Флиз, по-моему, тут оказывается уже в новой броне. Вот, поэтому до того времени можно было сэкономить на этом деле. Ну, я не стал. Она, в принципе, уже у меня была в этой самой броне. Так. Удачи, нам надо как-то вначале наверх подняться. Ну, вначале досмотрю этот коридор, наверное, все-таки. А уж потом... Интересно, мне что там они охраняют? Как он сюда вошел? Через дверь причем? А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Хочу я попробовать. Одну вещь. Так, спокойно. И вот так. Интересно, могу я ее запереть просто за ним? Нет, он как-то вышел, смотрите-ка. Надо побыстрее двигаться. Под невидимостью шансы на обнаружение, конечно же, понижаются. Вот. Но... Все-таки как-то не очень мне хочется с ними связываться. Вообще никаким образом. Поэтому я, пожалуй, пережду. Вот здесь где-нибудь. Тем более, что невидимость как раз прошла. Сейчас подкопится чуть-чуть мана. Надеюсь, кстати, меня не попарят. Куда-то второй делся. Не знаю, куда он... А, он, по-моему, пошел в ту сторону. Наверное. Там вроде его нет, насколько я могу судить. Так, сейчас и этот уйдет. И вот тогда мы уже пойдем. В ту сторону. Кстати говоря, сохранюсь. На всякий случай. Так. Рискну без невидимости пойти. Потому как в эту сторону он не смотрит. Так. Тут что-то вроде лифта. Смахивает, кстати, на лифты, которые были в обливионе. Так. Есть нижний уровень, есть верхний уровень. Но нам нужно наверх сперва. Потому что там надсмотрщик. Ой, опасно-то как. Раз. И спрячемся. Да что ж такое-то. Проклятие. Я на него и случайно щелкну. И... потратил. Потратил. Ладно. Все из-за этого голема. Да. Вот меня и заметили. Ну что ж поделаешь. Придется прибегать к моему плану. На этот случай. Так. Где тут у меня? Кольцо... Нет, не кольцо здоровья. Кольцо восстановления. Где-то еще должны были быть кольчужные леггинсы. Да. Вот эти вот. Что еще? Что еще? Амулет мне нужен. Ожерелье ловкости. Так. Что за защита? Уклонение парирования. Да. Вот это мне, я думаю, пригодится. И... Свитки. Свитки мне нужны. Трактат молнии, в частности. А раз. Где-то еще. Как можно больше свитков использую на нем. В принципе, тратить их особо некуда. Кроме как тут. Так. По крайней мере, когда мы... И если мы вызвали мы Иосифа, тогда у нас будет хоть какая-то магия. Хоть какая-то возможность лечиться. А сейчас надо поэкономить. Так. Еще раз молния. Довольно много, кстати, наносит урона. И моментально это делает. Что радует. Так. Теперь у нас есть хоть какие-то шансы. Прогнеси на многих. Давай уже. Стаминный бёрст. Неплохо. Что за цепочка такая? Кажется, уже у кого-то она была. А, все силы. Неплохая вещь, по-моему. Да. Довольно неплохая вещь. Цель, пинок. Дополнительный удар. Контр-атака. Давайте вот это уберем с контрола. Вот это туда поставим. Посмотрим, как оно будет. Кстати говоря, пинок, я думаю, самое время использовать. Он довольно сильно наносит урон, причем абсолютно всем. Теперь есть хоть какие-то шансы убить этого самурая. Можно было бы, конечно, загрузиться, но уж больно мне они не нравятся. Хотя бы одного им, но убили этот. Давай еще раз. Ну, что ж такое. Слишком он какой-то быстрый. Хрис не попадает. Скоро будет уже пора пить какие-нибудь зелья. Лечение. А, получил. Так. Теперь. По зельям. Где они у меня? Вот он, лечебный. Так, панацея жизни сразу используем. Побольше которая. Чего уж мелочиться-то. И... Мекстуру от восстановления. Эликсир восстановления, пожалуй, использую. Регенерация пусть будет. Так. И снова надеваем наши вещи. Которые позволят нам красться. Где? Где-где-где? Лучника теней, по-моему. Вот это... Нет. Это кальцо теней. Да, кальцо теней. И... Жрелье... Индалён, вернее, вора. Вот так вот. Ну, вроде бы как всё. Да, конечно. Мана ушло довольно много на это дело. Но, по крайней мере, теперь можно тут спокойно более-менее так выйти. Так, сохранимся. Тут я буду сохраняться довольно часто, просто потому что не хочется по сто раз всё это перепроходить. Вот. Так. Ну, вроде так никого не видно, да? Ага. Кто этот у нас такой? Слые формы. Так. Где Иосиф? Честно говоря, я просто получу с катаной бы резанул бы, да и всё. Особенно с таким его отношением. Ну, вот. Но... Флист не стал этого делать. Довольно сильная регенерация, кстати говоря. Надо запомнить этот тоник. Весьма хорошая штука, оказывается. Так, снова открытое пространство. Кажется, мне там будет немало недоброжелателей. О, вот он один уже лазит. Мешочек. Смотрите-ка, ещё что-то. Сапоги скрытности. Вот. Пригодится. Где они есть? Кстати, выглядят практически так же, как те, которые на нас. Только поменьше защиты, но зато красцы два. Конечно, надеваем. Так, домик его, вон он, по всей видимости. Потому как я больше не вижу никаких строений. Особо-то. Проблема в том, что сейчас невидимость опять скоро спадёт. Поэтому я лучше пережду. И уже туда, со следующего захода, пойду туда наверх. Хотя... Далеко не факт, что он находится в своём домике. Вот в чём дело. Так. Ну, попробуем. Сохранюсь. Были, по-моему, автосейвы. Ну, ладно. Пусть будет так. Так будет надёжней. Да, везде тут строительные леса. Блоки, вон, катают на брёвнах. Кстати, по-моему, тут я смогу забраться. Сюда наверх. Осмотримся вначале по периферии. Посмотрим, где тут можно спрятаться в случае чего. О, кстати, ещё что-то лежит. Варёная кожа. А ну-ка. Варёная кожа, по-моему... Так, где она? Скажите мне. Варёная кожа. Информация. Так, 30. Джозеф Джек Харфрейс. Ну, не плохая вещь, в принципе. Так. Мне вот, кстати, ещё интересен такой момент. А осталось ли что-нибудь у Иосифа из того, что, в общем, было на нём надето? В идее это не должно быть. Потому что вроде как пленник он, поэтому было бы довольно странно, если бы мы оставили вещи, там, оружие, например. Но вот я сейчас посмотрю, к примеру, туника та же. К нам она не перешла, либо инвентарь. Потому что все вроде как вещи при нас. Общие, по крайней мере. Так. Как она там называлась? Там. Кочужная. Кожаная. Так, кочужные перчатки. Кочужные леггинсы. Нет, ну, по идее... Да, занятно. Получается, при нём все эти вещи либо при нём, либо потеряны. Что гораздо-гораздо хуже. Так. Не нравится мне вот, как они стоят там. Абсолютно. Потому как, если мне придётся с кем-нибудь разговаривать, они будут прямо вот рядом. Так, сохранимся тут. Невидимость. Так, и быстренько-быстренько в дом. Пока он не видит. Там что-то лежит, кстати говоря. Ключ от гробницы. Отлично. Вопрос в том, тот ли это ключ или нет. Вот мне интересно, что. Так, пока невидимость не свалилась. Ходим. Сюда вот куда-нибудь. Подальше. Желательно. Да, вот сюда вот. О, как хорошо тут видно. Кто там ходит, не ходит. Так, а что это? Ха. Да, можно посмотреть, что там за стеночкой. Так. Переждём. И посмотрим ещё, что вот в той стороне, мне интересно. Хотя, не знаю, тот ли это ключ или нет. В общем-то, это ключ от гробницы, но это вроде как не совсем то. Не знаю, может, дело всё в переводе? Ключ камеры Иосифа. А-а-а, всё-таки да, это тот самый нужный ключ. Я же говорю, видимо, дело всё-таки в переводе. Темница, не гробница. Так. Ну, в таком случае нам на нижние ярусы. Теперь. Хорошо. Не знаю, как мы будем выбираться. Если будем уходить этим путём, мне бы, конечно, хотелось, чтобы именно этим. Потому как я не всё тут осмотрел. Ой, как опасно. Но пока невидимость, шансы довольно велики у нас. Остаться необнаруженными. Вот. Теперь главное до лифта добраться. Правда, неизвестно, сколько там внизу этих стражников ходит. Но, я думаю, немного. Правила камеры не очень-то сильно охраняются. Охраняют именно подступы к камерам. А вот сами камеры. Другое дело. Надеюсь, успеем мы в этой серии найти Иосифа. А уж следующее тогда будем выбираться. Если удастся. Да, хватило прям впритык. На нижний уровень. Интересно, что он нам подчиняется. Либо он слушает абсолютно всех. Вот. Либо не знаю. Странно вообще всё это. Так. Мне не нравится то, что тут довольно много больших открытых пространств. Очень много. И много ответвлений. Во все стороны фактически такой звёздочек. Если они вот соединены, то другое дело. А, уже вижу, он лазит. Самурая тут. Да. Это будет непросто. К тому, как не знаю, в какой камере он сидит. Придётся открывать все подряд. Что значит нельзя открыть? Нельзя так нельзя. Ладно. Или погодить тут в каждом этом лепестке, так скажем, по одной камере, получается? По всей видимости, да. Ну, тогда против часовой стрелки пойдём просто-напросто. Другое дело, что вот этот нас, скорее всего, заметит негодяй. Надо переждать где-то. Так. И... Давай-давай, скорее восстанавливайся. Ну, он вроде бы куда-то в другую сторону пошёл. Так, отлично. Теперь можно идти. А-а-а! То есть, не ещё не со всех сторон. Видимо, на четырёх сторонах. Только есть камеры. Ну, их тут вроде как немало. Так. Куда-то я иду. Не знаю, правда, куда. Но, по крайней мере, здесь можно будет переждать. Это радует. Открыл. Ключиком. Ну, просто... Так, продолжаю записывать. Неожиданно свернулась игра. Как я предупреждал, кажется, случалось у меня уж такое. Ну, вот опять, к сожалению, это произошло. Вот. Запись там немножечко оборвалась, соответственно. Хорошо, хоть файл сам не попортился. Поэтому, вот, продолжаем. В общем-то, с этого же самого места. Единственное, что я вот тут вот в уголок забежал, так сказать, сохранился. Вот, чтобы посмотреть, как там чего с записью. Ну, вроде как так нормально с цене и всё. Поэтому продолжаем. Так. Хотел я вначале завершить серию там же, раз уж такое случилось. Но потом как-то подумал. Всё равно какая-то такая точка, скажем так, логическая. Это будет нахождение Иосифа. Поэтому там всё-таки лучше завершу. Тем более, что он где-то тут. Вот. В общем-то, немного, я думаю, осталось. Так. Это я, кажется, уже пробовал. Да, нельзя открыть. Не знаю. Хотелось бы верить, что дальше такого не случится. Не нравится мне эти все сворачивания. В прошлые разы портилась, в принципе, даже запись вся. То есть она не открывалась. Никакими там способами восстановить, к сожалению, уже нельзя было. Вот. Ну, сейчас вроде нормально. Хотя будет такой довольно ощутимый переход. Между двумя этими кусками. Так, стоп. Тут у нас какой-то подвальчик. Складское помещение какое-то. Не знаю, может быть, воду они держат какую-то для заключённых. Харамаки тени. А ну-ка, что это у нас такое? Где бы оно ещё было, мне вот интересно. Ага, вот оно. Так. Тридцать один двадцать пять. И только для флис. Но вещь довольно неплохая, кстати. Давайте-ка наденем её. Тридцать. А кольчуга вроде двадцать пять даёт. Если я правильно всё помню. А, нет. Тридцать восемь. Ну, сейчас это, в принципе, не так важно. По сути. Потому как мы в бой вступать не особо торопимся. А скрытность пригодится. Кстати, сколько там у нас? Красса восемь. Скрытность шесть. Ну, нормально. Так. Давайте тогда сейчас разогнёмся. Так сказать. Чтобы восстановилось. И посмотрим где-то ещё. Ну, если его не было тут. То значит он где-то тут. Во всей видимости. Или здесь, вот в этой камере. Ну, сомневаюсь я. Скорее всего там, в том исследованном. Куске. Местности. Так-с. В общем-то, в таком состоянии можно вполне себе ходить мимо стража напрямую. Но вот... Без невидимости не знаю я. Но, с другой стороны, замечали-то меня в основном, когда я совсем уж наглел. Так. Ну, тут ничего. Хотя вот нет, ничего. Довольно много тут различных вещей нашлось. Неожиданно. Так, хорошо он прошёл. Иначе теперь можно пропадить отсюда. Так, только к нему эту сторону. Ай-яй-яй. Интересно, он будет обходить или он свернёт. Так. Давайте-ка, пожалуй, сохранимся. Вот. Наконец-то я использую быстрое сохранение. Вспомнил я про эти кнопочки чудесные. Так. Делается тут это к сочетаниям клавиш Ctrl-S, кстати говоря. Так. Ну, и отправимся в единственную сторону. Ага, а тут ничего и нет. Так, значит, я где-то проморгал. Скорее всего, в том коридоре он находится, получается, так. Ну, вот в этом большом. Вот в этом. Так, тут камеры нет, да? Иначе был бы вот такой вот переход. Ну, да, скорее всего, где-то здесь. Значит, возвращаемся. Так, а как же это? А, ну я, собственно, там не особо-то и ходил. Не приглядывался. Так, тогда обновим. Довольно, кстати, неплохо выглядит броня эта. А вот, довольно такая китайская. Подходит под вот эти вот наручи. Так. Ну, для боевых, конечно, заданий в дальнейшем я ее сменю. Может быть, конечно, не всю. Например, ботинки вполне себе неплохие. Вот, там минимальные отличия от аналогичных, которые были до этого у нас. Так, ну тут не открывалось. Да, нельзя открыть. Там самуржа эти стоят. Хотя, нет, ну там нет камер. Скорее всего, это очевидно. Вот внизу, внизу я не смотрел. Вернее, не внизу, а вот там вот. Чуть повыше получается. Так. Тут кроме колонны ничего нет. Тут нельзя открыть. Это хорошо. А вот это плохо. Кстати, горе сюда идет. Давайте сохранимся, заодно и проверим. Смогу ли я прокрасться мимо него? Ага. Не смогу. Ну, хорошо. Таких проблем мне не надо. Подождем, пока он пройдет. Ну, в общем-то, это логично. По той простой причине, что караться это частичная скрытность, все-таки это не полная невидимость. Поэтому. Так. Ну, он там, думаю, еще задержится какое-то время. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Такое у меня ощущение, кстати, что придется все-таки одного из них убить, если не обоих. Тот вот стоит, никуда не торопится особо уходить. Что-то мне подсказывает, что он в нужной нам двери. Хотя, может, кстати, и нет. Так, ну, тут кто был, все уже мертвы. Одним черепки остались. Так. Кстати, по-моему, немного другие двери. Сплошные. Так, вот это тоже интересно. Можно вскрыть. М-да. Тут у нас пленник сидит. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Дверку я, пожалуй, прикрою. Попробую с ним пообщаться. Так. Дарья мне должна сама спастись. Да, понятно. Тут уже такие довольно унылые разговоры начались. Не оправдались надежды. в том числе, кстати, иринийцев. Поскольку сами-то они не особо хотели на Медеву нападать. Им их император не сильно-то нравится самим. Привет. Так. Ну, по крайней мере, плюс в том, что у нас полное обмандирование видно сразу. Так. Тут я серию закончу. Разговаривать мы уже с ним будем в следующей серии, дабы не прерывать повествование на этом месте. Вот. А пока всем спасибо за внимание. До новых встреч! До новых встреч!